Телеканал КРТ представляет Не ищут пропавших без вести. Сегодня Кипр разделен на признанное и непризнанное государство. Последняя попытка объединить Кипр была летом в Швейцарии в 2017 году. Турция готова была так мало дать. В результате объединения не состоялось. И Антонио Гутерриш, генеральный секретарь ООН, с грустью сказал «Мне очень жаль, но несмотря на сильную заинтересованность и стремление различных сторон и делегаций, конференция по Кипру закрывается без достижения соглашений». Греческий «Эназис» – эридентистское движение по воссоединению с исторической родиной и турецкий «Токсим» – этнополитическая концепция по разделению Кипра на две стороны – греческую и турецкую. Существуют разные мнения о причинах и следствиях произошедшего. Парадокс кипрского полярного мира заключается в том, что каждое из мнений справедливо, но лишь для определенной точки зрения. Как все началось, кто виноват и что делать, сегодня мы и узнаем у наших участников. З нами обговорюватимы Кипрский конфликт и сравнивают его с Донбассом Валентин Якушек – конфликтолог, Андрей Бузаров – эксперт-міжнародник и Василь Львов – эксперт с государственной безопасности. Отже, таке вопрос, как сейчас развивается этот конфликт и насколько он похож на Донбассский конфликт? Спасибо за вопрос. Я думаю, что на сегодняшний день нет однозначного ответа, насколько он схож, можно ли вообще его сравнивать. С другой стороны, в любом конфликте, который были последние 50-60 лет после Второй мировой войны, есть какие-то схожести с ситуацией в Украине, на Донбассе. Но мне кажется, Крым и Донбасс – это нечто новое вообще в мировой конфликтологии, особенно на постсоветском пространстве. Но если брать все-таки кипрский аспект, то есть определенные схожисти. Я о них часто говорил, особенно с точки зрения действия страны, которая нарушила суверенитет. В данной ситуации мы говорим о России по отношению к Украине, когда мы говорим об Кипре, мы говорим об Турции по отношению к Кипрской республике, поскольку тогда, это главная схожесть, на мой взгляд, тогда Турция обосновала вмешательство, необходимость поддержания турков на кипрской территории. И дальнейшее развитие событий после 1974 года, оно очень напоминает некоторые процессы, которые происходят на Донбассе. Так, угода про гарантии, яка иснувала. Не только урегулирование, как раз оно было плохое. А вот как действовала Турция, она сначала пыталась там как-то примирить, признать что-то, а потом по факту не признала, открыла посольство там, так же, как и сделала в Южной Осетии, и признала турецкую часть как субъекта права. Об этом, правда, никто не говорит, потому что никто другой не признал, но Турция создает такую иллюзию самостоятельности и до сих пор поддерживает. Но при этом есть одно важное отличие. Турция официально туда водила войска. Официально, это очень важно. И официально 40-тысячный контингент там находится. И Турция признает. На Донбассе это по-другому было. В Крыму это отдельная ситуация. А главное отличие, на мой взгляд, я как эксперт не могу об этом не сказать, все-таки был ярко выраженный этнический фактор. Это нужно учитывать. На Кипре это было ярко выраженно сделано. У нас этого нет. И вообще, если сравнивать ситуацию на Донбассе, то какого-то одной причины этнической, номенклатурной партийной, как была при Днестрове и так далее, нет. В этом-то и главная сложность и отличие. И специфика конфликта у нас. Так, у нас немає межэтнического конфликта. Пане Валентине, маєте чего заперечити? Я бы хотел поддержать эту линию, что отличие конфликта на Кипре и у нас на востоке Украины в том, что у нас не этнический конфликт. А там он действительно этнический и цивилизационный. Но у нас элементы цивилизационности тоже есть геополитический конфликт. Хотя для Кипра это не геополитический, потому что и Турция, и Греция находятся в рамках одного западного пространства. Под эгидой Соединенных Штатов, под эгидой НАТО и так далее. Конфликт на Украине почему-то оказался более острый. Хотя там конфликт межэтнический, а у нас слишком большое напряжение геополитических сил, когда вовлечены иностранные державы и сверхдержавы. На Кипре существует лишь небольшая местная армия, где-то 3000 человек. А турецкая, которая официально там представлена, что-то порядка 30 или 38 тысяч. А у нас на неконтролируемых территориях формально Россия не представлена, а все местные, в которых офицерский корпус россияне считаются местными сепаратистскими вооруженными силами. Насчет признания. Турция единственная страна, которая признала Республику Северный Кипр в 83-м году. После оккупации этой территории турками прошло 9 лет. А Россия не признает. Она держит потенциально эту возможность признания донецких сепаратистов и луганских. Но признали российские сателлиты. Точно Южная Осетия. Не знаю, насколько Абхазия официально признала. Ежная официально. То есть она не настолько активна. Южная Осетия является тем каналом, через который действует финансовая система, торговые операции. А туркам нет необходимости. Они признали, что все идет через Турцию. Если есть блокада Кипра, то за счет связей с турецкими портами, с турецкими аэропортами это преодолевается. И еще Турция способствует ускоренному развитию Северного Кипра. В Донецке этого не получается. И в Луганске. Там идет само... Просто выживание. И местные люди на Северном Кипре довольны ситуацией. В принципе, экономически. У них цивилизованно. У них нет комендантского часа, бандитизма. И так далее. Но экономическая ситуация все же відрязняется від греческої частини. Да, за счет того, что греческая часть является частью и признанной, и частью Европейского Союза. И еще что важно. У доничан и луганчан, которые встали в позиции сепаратистов, у них нету такой стратегической цели создать независимое государство. Им бы прислониться к России сепаратистам. А киприоты не очень хотят присоединяться к Турции, потому что они как бы другая субцивилизация. С 1878 года этот остров был оккупирован Британией. Британия оказала братскую помощь Турции в войне с Российской империей. И за это попросила достойную себе компенсацию. И они воспитали местный народ в других культурных парадигмах. Очень много людей с Северного Кипра учились в Англии, находятся там, у них связи с Британией. Друга ридномова английская, можно так говорить? Ну, нельзя сказать, что они все знают, но, по крайней мере, это очень распространенные языки. Без знания английского языка там очень туго. То есть мы можем найти массу параллелей, но и массу отличий. Но нам важно найти, а что из этого опыта можно использовать для того, чтобы урегулировать наш конфликт, который не должен таким быть жестким, таким жестоким, как он сейчас часто является. Если даже греки с турками нашли общий язык и готовы к объединению. Действительно, сепаратистские регионы готовы к объединению. Но для того, чтобы объединение состоялось, нужна позиция больших игроков, соответствующая, позитивная, и компромисс. Продолжение следует...